друзья всем привет с вами снова из добра пожаловать на канал обзору гаджетов и мобильных устройств и герой сегодняшней распаковки первого взгляда это новинка от компании nokia в среднем бюджете nokia g50 телефончик построен на базе snapdragon 480 с поддержкой 5g который мы уже видели в телефонах от nokia в том же x10 x20 еще в двадцать первом году тогда это был новейший процессор и несмотря на то что это четвертая серия по своей мощности он в принципе сопоставим с тем же snapdragon 720 732 здесь у нас 4 гига оперативки и 128 гиг внутреннего хранилища батарея 5000 миллиампер с быстрой зарядкой 18 ватт ну и естественно довольно неплохой набор камер 48 мегапиксельный основной модуль 5 мегапиксельный ультраширик ну а фронталочка здесь на 8 экран же здесь воистину гигантский 6 целых 82 сотых дюйма правда к сожалению hd plus разрешение здесь у нас android 11 версии ну и как всегда nokia заявляет о том что будет поддерживать обновление в телефоне на протяжении двух лет так что вы получите все самые свежие версии этой операционки одними из первых ну примерно так же как и google pixel в общем давайте смотреть давайте разбираться ну а прежде чем мы начнем распаковку хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину player.ru которые в очередной раз предоставляют новинку на обзор именно в интернет-магазине player.ru по самым низким ценам вы можете приобрести смартфоны планшеты ноутбуки компьютеры а также бытовую технику в общем проходите по ссылочке в описании ну а мы будем начинать nokia g50 новый средний бюджетник от компании nokia который мог бы стать хитом если бы не безумие которое творится сейчас на рынке смартфонов и не те цены за которые нам предстоит все это покупать телефончик пока отложим в сторону давайте посмотрим на комплектацию здесь у нас имеется скрепочка ну и куча различной макулатуры лежит внутри начала работы quick guide гарантийный талон информация по сертификации и так далее ну и конечно же чехольчик что кстати говоря не в каждом телефоне nokia вы можете найти да он самый простой обычный прозрачный тп чехольчик не такой нарядный крутой как был в телефонах серии x но тем не менее приятно что он есть повторюсь не в каждый телефон компания nokia вкладывает чехол с этой стороны мы видим зарядное устройство ну и с этой стороны кабель для зарядки и синхронизации type-c в общем вполне себе стандартный набор ну за исключением чехольчика и спасибо nokia что положила его для нас ну и давайте смотреть уже на сам смартфон у меня телефончик вот в таком вот нарядном цвете я бы назвал его розовое золото и этот цвет был некогда очень популярен у нас и пошло это наверное с айфонов но вообще официально этот цвет называется midnight sun то есть полуношное солнце ну либо закат в общем смотрится неплохо все такое переливчатое но единственная задняя сторона у нас такая полу глянцевая она имеет матовую подложку но тем не менее имеется глянец и скорее всего здесь будут очень отчетливо видны и отпечатки пальцев и царапины я все-таки предпочел бы если здесь был такой шероховатый шершавый корпус который мы привыкли видеть в телефонах nokia ну и по периметру здесь имеется окантовка под металл крашеная на такого же цвета как и корпус ну смотрится довольно неплохо с правой стороны у нас клавиша регулировки громкости и кнопка включения с интегрированным сканером отпечатка пальцев с левой стороны у нас дополнительная клавиша для вызова google ассистента ну и конечно же здесь же имеется у нас сим лоточек который мы с вами сразу же вскрываем и извлекаем и он к сожалению не полноценный а комбинированный либо две симки либо симка и sd-шка сам модуль камеры у нас представлен тремя модулями основной 48 мегапиксельный модуль 5 мегапиксельный ширик и 2 мегапиксельный сенсор глубины ну а фронтальная камера у нас на 8 мегапикселей естественно телефончик как и все nokia получит два года обновлений полноценных операционной системы так что двенадцатую версию android мы точно здесь увидим но 13 я бы не забегал настолько сильно вперед тем не менее приятно что компания заботится о своих клиентах в общем телефон смотрится довольно неплохо он довольно увесист весит он порядка двухста двадцати грамм а все из-за того что экран здесь у нас 6 целых восемь десятых дюйма ну и все бы ничего если бы не разрешение здесь к сожалению у нас всего лишь hd плюс разрешение что согласитесь для такого огромного экрана это маловато камера у нас встроена вот в эту капельку по старой скажем так традиции двух трехлетней давности ну и конечно же на подбородке имеется надпись nokia ну что ж друзья буду телефончик включать буду настраивать и вернусь к вам ну что ж друзья я настроил телефончик настроил сканер отпечатка пальцев находится он в кнопке включения ну и разблокировка как и на многих телефончиках nokia происходит с некой ленцой не спеша хотя надо сказать что сам сканер довольно четкий и каждый раз разблокирует без всяких проблем каких-то нареканий по работе ну у меня к нему нету ну разве что скорости хотелось бы чуть побольше сам экран конечно же огромен 6 целых восемьдесят две сотых дюйма ну и телефон за счет довольно массивного подбородка очень большой очень длинный и не в каждой руке будет сидеть хорошо даже я со своими огромными руками ощущаю размер этого телефона и пользоваться им одной рукой пальцем елозить сверху вниз мне некомфортно так что обращайте внимание на это перед покупкой здесь у нас довольно яркий дисплей запаса яркости здесь у нас с избытком и на максимальной яркости становится действительно некомфортно в помещении я думаю что 50 процентов будет за глаза естественно у нас здесь 11 android абсолютно голый и это многим нравится то что здесь голый android и практически вы получаете google пиксель потому что nokia нам обещает обновление в течение двух лет до самых свежих версий операционок и три года различные патчи безопасности что касается настроек так как это голый android то здесь особо сильно настройками телефон не блещет можно единственное настроить баланс белого холодный теплый выставить либо же стандартный ну и собственно говоря больше ничего имеется темная тема она смотрится неплохо хотя она не абсолютно черная такая скорее темно-серая имеется ночная подсветка она делает экран таким желтовато оранжевым уменьшая ультрафиолетовое излучение что позволит вам с комфортом читать с экрана вечернее ночное время но и есть дополнительные настройки шрифтов обоев и так далее но каких-то кастомизации тем здесь у нас не предусмотрено в общем вполне себе стандартные 11 android и каких-то нюансов здесь у нас нету по коммуникациям здесь полный порядок поддерживается 5g за счет того что snapdragon 480 готов работать в сетях пятого поколения имеется двухдиапазонный модуль вай фай bluetooth 5 версии ну и конечно же nfc что для многих очень важно телефончик работает довольно шустро несмотря на то что экран здесь у нас стандартный 60 герц не 90 не 120 но тем не менее довольно все плавно и неплохо в интерфейсе каких-то проблем не наблюдается что касается звука давайте выкрутим на максимум и послушаем ну и как большинство nokia звучит телефончик очень приятно несмотря на то что здесь динамик один монодинамик звук у него очень благородный я бы даже сказал вкусный так что даже музыку при желании послушать на этом одиноком динамике можно не говоря уж про просмотр фильмов либо же игрушки что касается камеры здесь у нас 48 мегапиксельный модуль камеры имеется широкоугольный модуль на 5 мегапикселей и собственно говоря телефон позволяет делать довольно неплохие снимки вот фронтальная камера здесь не самого лучшего качества но тем не менее снимок сделанный в помещении получается вы знаете довольно неплохим по цветопередаче здесь все отлично да и по детализации тоже 8 мегапикселей здесь довольно средний и банальный но тем не менее телефончик делает довольно неплохие кадры ну а вот основной модуль порадовал цветопередачей очень насыщенные яркие цвета получается вот это вот зеленое растение оно прям кричит насколько оно яркое и на этой фотографии это прекрасно видно очень яркий насыщенный зеленый цвет и цветопередача здесь шикарная ну и цветок смотрится тоже отлично очень приятный такой розовый с такими ярко-красными прожилками тоже детализация здесь на высоте и смотрится все отлично ну и кадр сделанный в темном коридоре вот эту фарфоровую кошку практически всегда стараюсь снять чтобы показать как модуль фотографирует с недостаточным освещением здесь полный порядок и цветопередача на месте и детализации шумов практически нету так что модуль позволяет делать действительно отличные кадры когда освещение у вас немного но и еще несколько кадров тоже с недостаточным освещением вот эти вот игрушки мягкие тоже получились очень достойные если приблизить можно даже разглядеть мельчайшие подробности и стежки ну и вот это вот орхидея приятная такая молочно-белая тоже стоит в темном углу света немного но тем не менее получился кадр отлично так что данный телефончик позволит вам поснимать даже в помещении ну а как он снимает на улице и как снимает видео мы посмотрим уже в основном обзоре как и на тесты протестируем телефончик и в играх и в синтетике и посмотрим насколько он в нынешних условиях конкурентно способен по тем ценам которые мы видим сейчас ну а на сим распаковку буду завершать надеюсь вам понравилось обязательно поставьте лайк ну и подпишитесь на канал если еще не подписаны нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новое видео ну а я буду прощаться с вами блайз всем пока